Указ президента о назначении Александра Волошина председателем городского суда Анапы вышел 1 января. Этому дню предшествовала стандартная, но при этом длительная процедура согласования. По словам заместителя председателя краевого суда Сергея Сфашенко, к назначению руководителей судов сегодня власти относятся крайне ответственно. Александр Волошин около 9 лет проработал в городе-курорте на прокурорской должности. Уже как судья состоялся в Новороссийске. Это, можно сказать, зрелый, опытный, мудрый человек. Я хочу пожелать вашему коллективу и в первую очередь Александру Васильевичу хороших успехов. Ему на новом полкаще, а вам с новым руководителем. И давайте все поставим задачу. Все-таки надо любыми путями, любыми средствами поднимать остальник правосудия. И в Краснодарском крае, и в Анапе, и, наверное, какая-то доля и в российской суда. В зале судьи и работники суда, а также представители администрации и правоохранительных органов. От всей души, от всего сердца лично вас поздравляю с назначением председателя Анапского городского суда, Александр Васильевич. Очень важно, что вы знаете специфику Анапы. Вы знаете все достоинства и недостатки, которые есть. Учитывая то, что у вас такой профессионализм, я верю в то, что у вас все получится. И мы вместе с вами все-таки поднимем наш город на нужный и необходимый уровень. Тот, чего от нас свежут. Со своей стороны Александр Волошин заявил, что невыполнимых задач нет. Мы с вами уже работали при разных главах, при разных командах. Очень долго я говорил, что невыполнимых задач нет. Справимся вместе, совместим на усилии. Задача, которая для нами ставится. Президент, вашему руководству, мы все понятны, предъявили, четко. Я думаю, что вот в нынешнее время сложности не понимали. Общий штат Анапского городского суда порядка 40 человек, включая 9 судей. В минувшем году здесь рассмотрели более 400 уголовных, а также порядка 10 тысяч административных и гражданских дел. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.